Слет педиатров по обмену премудростями в медицинской академии прошла научно-образовательная конференция, посвященная вопросам профилактики, диагностики и терапии детских заболеваний. В областной центр приехали педиатры не только из разных уголков губернии, но и из Ярославля, Владимира, Твери, Москвы. Такой обмен опытом проходит регулярно, примерно раз в два года. Естественно, у нас существует ряд проблем. Это и кадровая проблема по врачам-педиатрам, врачам-специалистам. Дальше мы наметили себе тенденции развития и школьной медицины, развития реабилитационной помощи детскому населению и увеличение объемов оказания высокотехнологичной помощи на базе областной детской и областной клинической больницы. В Ивановской области детям оказывают помощь по трехуровневой системе. Первую – медико-санитарную. Вторую – в межрайонных центрах по оказанию педиатрической помощи. Третью – в специализированных центрах ОКБ и детской областной. Говорили о проблемах со здоровьем у детей с первых минут рождения. Анна Малышкина, директор Дни материнства и детства, подробно охватила в докладе проблемы детей, рожденных преждевременно. Рассказала коллегам, как за ними ухаживать и как не допустить случаев летального исхода. В чем задача? Это организация динамического наблюдения за детьми с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Ну, я не буду повторять, что очень низкая масса тела – это до полутора тысяч грамм, экстремально низкая – это ниже килограмма. Обеспечение взаимодействия с городскими, федеральными учреждениями, региональными центрами, планирование сроков и объемов наблюдения детей, индивидуальных программ наблюдения детей, отбор для направления в федеральные клиники. После пленарного заседания медики разошлись по секциям. Для них организованы специализированные лекции для неонатологов, детских стоматологов, педиатров, кардиологов и пульмонологов. За посещение таких конференций медики получают баллы, необходимые им для повышения квалификации.